Доброе утро всем! У нас зима вернулась. Холодно. Ну как холодно? 16 градусов. По-моему был дождь. Ой, ветер какой-то. Люди уехали на работу. Ой, холодно как! В общем, я сейчас тоже пойду. Шкаф, как всегда, открыт. Пойду гулять с Чарли. Вот, разомнусь. Вы знаете, читаю комментарии. И хочу разъяснить некоторую ситуацию. В общем, что я гуляю с Чарли не 5 минут, например, а могу гулять час-полтора. В чем причина? Ведь причина запрета сидения дома не в том, что нельзя гулять там. Ну да, нельзя гулять не потому, что там... Как это объяснить? В общем, главная задача этого запрета, что нужно сидеть дома, чтобы не было скопления людей, чтобы люди на улицах не встречались и не заражали друг друга. Так вот, куда я хожу гулять с Чарли, там в обычные дни вообще никого нету. Потому что я хожу, где поля, где огороды, там в обычные дни никого нету. А сейчас и того меньше, там вообще людей нету. То есть я не могу никого не заразить, а то там и безответственные сидеть дома. В общем, я ответственный человек. Я в магазины не хожу, как вы заметили, где можно заразиться и заразить намного больше людей. Я хожу на те места, где людей вообще нету. Поэтому смысл того, что там я 5 минут или 15... Я могу 5 минут около дома погулять и заразить большее число людей, чем я там гуляю, где я гуляю. Там вообще никого нету. Потому что около дома у нас здесь больше людей ходят, где я хожу с Чарли. Вы поняли меня? В общем, никакой опасности в том, что там 5 минут надо ходить, гулять. Я за 5 минут около дома могу заразить большее количество людей, чем за полтора часа, что я хожу по полям. Ну и там людей вообще нету. А сейчас и того меньше, а с этой погодой и вообще там меньше. Я же хожу, где парники, где огороды сажают. Вообще, где дороги, там нет дорог даже. Да, моя лапа? Да, конечно. И мы будем гулять. А как? А как иначе? Тем более, что с собаками можно. Да и кто меня будет следить за 5 минут? Дело не в том, что там, вот говорю, 5 минут надо. Дело в том, чтобы ограничить общение с людьми. Я его обограничиваю. И у нас же не Мадрид какой-то, не Игранада, там, не Малага, в котором в Малаге большее количество людей зараженных. У нас маленький городок, в котором нет зараженных на данный момент. Постучим по дереву. В общем, это так вам некоторые включения с утра о теме коронавируса. Мы пойдем сейчас завтракать с Чарли и гулять. Хотя погода не очень. Прям 15 градусов, представляете? Зима. Хотя я видела, в России тоже зима. В Москве, по крайней мере, снег был вообще. О, блин. Ну, в принципе, все это ожидаемо, потому что в марте все равно не бывает лето. Ну, ничего, скоро вернется и лето, и все вернется. Просто нужно переждать. Пойду завтракать. Занесла Чучу внутрь, потому что у нас там ветер поднялся, дождь пошел. Смотрите, видите? В общем, да, все летает, летит, летит. Ой, слышал, с Чучей разговаривал. В общем, да, он тоже будет у нас жить внутри. Пока что. Кстати, начала, вот, я для бровей использую вот такую вот штуку. Ну, когда крашусь, вот, это просто на выброс уже. Это такая прозрачная, типа, тушь написана. Ну, я ее очень классно для бровей использую. Меркадони купила, 3 евро стоит. Советую всем, классная штука, чтобы фиксировать брови. Не ревнуй. В общем, пока прогулка откладывается, я занесла пылесос. Сейчас пропылесосим. В общем, у нас сейчас, наверное, будет самая чистая квартира. За все годы. Погода плохая, выходить нельзя. Муж посуду моет. Сейчас побьет, наверное, половину. Да, да. А ты будешь нам петь внутри. Опять у него вода такая грязная. Что он там делает? Да не ревнуй ты твою дивизию. Ну, не ревнуй. Ну, Мальсанка, на улице дождь. Как мы с тобой гулять-то пойдем? А еще я вчера себе скачала вот такое предложение. Приложение, предложение. В общем, здесь разные упражнения, что нужно делать. В общем, видите, 12, 17 минут, 25 минут. Все это классно и супер. Но самое, что меня удивило и порадовало, вчера из моего спортклуба пришло сообщение. Ну, не сообщение, а письмо на почтовую карту. Когда он на балконе висит, не так слышно. В общем, да, нам не скучно. Один поет, второй мне игрушку тащит. В общем, пришло письмо из спортклуба, что нам прислали такие, вот видите, так где? Ну, это где-то надо найти, потому что я не помню, где это. В общем, виртуальные упражнения. С учетом того, что я делала в спортзале, в спортклубе, мне прислали разные виртуальные упражнения. Там прям вот вообще так классно. То есть можно делать, включать и делать. Конечно, в ютубе все это много, но нас нужно все искать. И особенно нормальные такие упражнения, там зумба или еще что-то, они все какие-то платные, или еще что-то мне не подходит. А тут именно то, что я хочу. Хотя, ну, есть. Вчера был виртуалис написан. В общем, мне надо все искать, разбираться, потому что я... Ничего найду. В общем, здорово будем заниматься. Правда, на улице погода не очень. Я хотела пойти на крышу и позаниматься чуть-чуть. Вернее, после того, как погуляю с Чарли, но что-то погода не радует и для этого не подходит. Так и живем. Вышла выбросить мусор. У нас еще магазин тут маленький есть. Хочу хлеб купить. Кока-кола, муж хочет. Купи мне Кока-колы. Гадость эту. Хлеб, наверное, сейчас куплю. А то потом разберут. Магазин открыт. Народу там два человека, по-моему, стоял. Поэтому я думаю, что пан хлеб не раскупит. По-испански хлеб пан. Поэтому потом на обратном пути зайду и куплю. А вообще, знаете, люди и ответственно, и с юмором относятся к этой ситуации. Например, вчера у нас муж сидел весь вечер с родственниками, переписывался. И они там уже до смешного дошли. Гулять же можно с собакой. И вот высылают так им картину. Типа собака лежит на диване. И такая, мужа, не хочу. Типа гулять. Вроде как все родственники, у кого нет собак, пришли за этой собакой, чтобы с ней погулять. Вот, так что, видите, не все серьезно. И все это, все можно с юмором относиться. Даже люди, которые раньше, у нас родственник, мать пишет такая, ну, говорит, никогда с собакой не гулял, мусор никогда не выносил. А сегодня такой, говорит, пойду мусор вынесу. А я ему, погуляй, собака заодно. Он такой, не, я потом в следующий раз еще с ней погуляю. Ой, так что доходит до смешного. Видите, люди ходят с покупками, мусор выносят. В общем, нормально все, прорвемся. Магазин пускают так по очереди. То есть, четыре человека зашли, четыре вышли. Так вот. Улицы, конечно, пустоваты. Так оно, в принципе, должно быть. Ну, вот вижу людей только с покупками. И с собаками. А еще, знаете, что заметила? Никто не ходит в масках, но почти все и ходят в перчатках одноразовых. Потому что нас постоянно говорят, что вирус передается. То есть, рукой ляпнешь, и потом на лицо, в нос. И мне кажется, это более эффективно. Многие все почти в перчатках одноразовых. Надо тоже купить. Хотя я ничего не трогаю, кроме Чарлиного вот этого. Морток наденешь, трое порток. Ветер прям холодный, лысина мерзнет. А теперь скажите, какую опасность я могу принести? Или мне кто-то может какую-то опасность принести, если я прогуляюсь? Здесь! Здесь я никого нету! Нету! Никогда не было! Огороды одни! Да, Чарли? Парк, который находится вот там. Наш парк, в который мы ходим. Я не пойду, а вернусь так же огородами. Так же огородами здесь вот так вот пойду вернусь. Там вообще дорога, жесть будет. Пешком пройти можно спокойно. Поэтому, видите? И время уже такое, что люди не выходят в это время. Никуда. Обеденное, скажем так. Даже не обеденное, а для приготовления еды. Такие тучи красивые. А здесь парники. И люди работают на парниках. Ну, закрыто только... Закрыли все, что связано с обслуживанием людей. На работу-то люди едут на заводы, на фабрики. Например, помидоры переспеют. Их чё? Через две недели они не будут ждать. У меня подруга говорит, она работает на это. Где упаковывают все эти овощи. Их проверяют перед входом, проверяют у них температуру. Ну, выдают там маски. Все дела. В общем, да, так и работают. А куда деваться? Жизнь не стоит на месте. Будем надеяться, что через две недели весь этот кошмар закончится. Все придет в норму. А там вот выращивают вот это вот. Это как кактус. Фрутос Дель Драгон. Фруто Дракона. Красный такой. Там. Вам, наверное, не видно, но я через сетку видела. Я сроду не думала, как его выращивают. Оказывается, это как кактус. Представляете? Вот видите, какая здесь дорога. Эх, дороги, пыль да туман. Я уже пришла, и первое, что я сделала, это помыла руки. Я зашла по пути в фруктовый овощной магазин. Купила тут клубнику, пару яблок, и салат сегодня будем делать с рыбой. Какие яблоки классные. Купила салат Айсберг. Такой громадный. Яблоко мандыкнул. Все теперь отбилось. Надо будет жрать срочно. Народу не было, не было никакой толкучки, ничего не было. Все нормально. Единственное, что заходим по одному. Магазин, потому что я потом еще зашла в волочную, пила хлеб. Там все то же самое. Все есть, никакой очереди, ничего. Во время моей прогулки где я хожу, никого не встретила. А вот около дома пару человек были. Мы сохранили дистанцию. Что нам советуют? Два метра между нами, чтобы должно было быть. И все нормально. Так, ладно. Пока еще время рано для еды. Сейчас через полчасика буду жарить рыбу. Я вчера разморозила рыбу и буду жарить с салатом. Вернее, пожарю рыбу просто и салат отдельно. Поставила пароварку. А здесь у меня будет флан. Рецепт флана есть на канале. В плейлисте я рецепту. Кому интересно. Это такой сладкий десерт. Сладкая яичница. Омлет. Сладкий омлет, скажем так. Так что, я не люблю его. Мужу нравится. На десерт зашибись, мне кажется, и полезно. Все-таки сама знаешь, что туда наворотило. И тут ингредиентов-то почти никаких нет. Еще быстренько. Сейчас по мне сделается. А потом уже буду рыбу жарить. Жарится рыбка. Я жарю всегда вот так. В пакет насыпаю муку. Туда кладу рыбу. Вот так вот. Блин-блин-блин. И потом достаю. Видите, она там. И жарю рыбу. Очень быстро. И не мусорится. Это уже себе салат сделала. Себе, мужу. План у меня готов. Давайте посмотрим. Ой, какой красивый. Посмотрите. Прелесть. Прелесть. Все. Сейчас он подправится. Остынет немного. И в холодильник отправлю. Еще у меня осталось прям. Вот. Так что, вот так вот. Вот такая вот у нас будет еда. Обед. От Бондюэль добавлю вот такую штуку. Смотрите, какая здесь красота. Здесь злаки и семечки. Также есть кино. Вообще, мне кажется, красота. Сейчас посмотрим все по чем-то. Вот такая очень классная штука. Всем советую. С работой мужа, короче. Мы-то сидим дома, а там у него работают люди. Ну, не у него, а с ним, которые. Да, Чарли, ну чего ты хочешь? В общем, они вот такое распространяют. Вот всякие эти. И вот нам привезли. Смотрите, это для рук. Такой. Ну, вы поняли, да? И у нас все сейчас пользуются перчатками одноразовыми. Не так маски, как перчатки. Все поголовно. Не зря, наверное. Поэтому я сюда поставила перчатки. Когда буду выходить на улицу, обязательно их буду одевать. Сначала руки продезинфицирую. А потом надену перчатки и пойду с Чарли гулять. Я не знаю, почему. У нас никто не в масках не ходит. Но все ходят в перчатках. Почему-то, наверное, да? Люди же лучше знают. В общем, наш обед. Всем приятного аппетита. Вот чем я занимаюсь. В общем, вытащила всю из кровати, потому что она у меня сломалась. Сейчас выключу. В общем, вот тут, вот видите? Вот эта штука туда провалилась. Нужно под нее что-то подложить. Но у нас сейчас нет. У меня там одежда. Вот эта вся одежда, мешок, который мне большой. Я эту одежду не выбрасываю. Кто не знает, я лет пять назад или четыре года назад уже не помню. Весила на 25 килограмм больше. Была такая упитанная дамочка. И вот вся одежда у меня хранится в том мешке. Жалко выбрасывать. Там классная одежда. Вдруг, наверное, наша советская, наше родное. А это вся одежда летняя. Я просто вот так все вывалила. Сейчас что-нибудь найду туда подложить. И буду все складывать назад. Даже не летнюю одежду буду складывать, а уже больше зимнюю. Пока мы тут на карантине две недели. Ой, бляха, муха. Мизинцем. Ой, блин. Мизинцем прям. Почему всегда мизинец страдает? Конечно, тут не перелезешь. В общем, буду сначала убирать теплую одежду. А потом, ну, сначала нужно найти, что туда подложить. Пойду наверх, посмотрю. Может, что-нибудь найду. Как-то так вот получилось. Я не высасываю воздух из этих пакетов, потому что это бессмысленно. Они уже все нарушены. И воздух все равно потом туда попадает. В общем, так. Вот это все на выброс. Мои две шоколадки у меня еще есть. С России кепки летние мужи. В общем, шкаф, как всегда, открыт. В общем, чуть-чуть разобралась. Летнюю обувь, о, вещи там, такие положила. Глажка, чтобы заняться глажкой. В общем, да, потихонечку будем вот так вот перебирать шматье. Покупать пока не будем. Негде. Хотя я all in line можно, но... Зачем? Я уже пришла с Чарли домой. Вернее, пришла-то уже давно. Не встретила ни одну душу. Душу, хотя встретила одну, знаете, вот эта вот собака, которую моего Чарли не любит, и которая, ну, вот, постоянно у нее, как говорится. Она, типа, говорит, у нее собака не агрессивная. Хотя китайцы на моего Чарли. Мне приходится его всегда на руках нести. Но она хотя бы сейчас, знаете, это, как не просит прощения, извиняется. Вот, она нас видит уже, и... Она сразу прям бежит. Она собака такая в три раза больше моего Чарли. И прям он бежит на нас вот так вот. Вот я Чарли беру с собой, и она пытается вот так допрыгнуть до него. В общем, трындец какой-то. И она такая, ой, извините. Бегу, ну, что мне ее убить. Ну, в общем, да, вот мы ее встретили. Ну, дистанция между нами была в два метра, поэтому все соблюли. Главное, нам говорят, соблюдать дистанцию между нами. Сейчас уже входит в традицию хлопать в ладоши в 8 часов в поддержку для медиков. Я в Инстаграм немного сняла. По-моему, сняла. Да, сняла, я не помню, выгрузила или нет. В общем, вот так вот у нас прошел день. Немного разобралась с ним. А надо сейчас еще меню на завтра что-то придумать. Хотя кое-что уже придумала. В общем, завтра увидите все. Вот так вот у нас жизнь заперти. Не знаю, то ли второй, то ли третий. Кто говорит, карантин начался с субботы. Кто говорит, карантин начался с сегодняшнего дня. Но каждый день увеличивается число заболевших. Ой, даже сегодня увеличилось на 1500, по-моему, или на 2000 человек, которые заболели. В общем, ну и результаты, наверное, этого карантина, мне кажется, будут дней через 10, через неделю. Так что будьте со мной и будете в курсе наших событий. Как у нас, что передвигается. У нас сейчас 9,5 тысяч заболевших в стране. Не помню, сколько умерших. 200 с чем-то и 500, которые выздоровели. Вот так вот как-то проходит наш карантин. В общем, пишите, как у вас. Во всех городах по-разному. Поэтому я говорю вам то, что происходит в нашем городе. Наш город небольшой. У нас нет такого вот, как вот, допустим, в Малаге. В Малаге самое большое число заболевших по всей Андалусии. Вот, поэтому как бы у нас, наверное, не так все строго, как, например, в больших городах. И поэтому я вам рассказываю все, что вот, как у нас есть. Вы сами все видите. Мне врать незачем. Приумножать, увеличивать я тоже не хочу. В общем, как есть, так и говорю. Вот по телеку постоянно показывают все это. Число заболевших, число умерших. Вот в Мадриде показывали, что сегодня утром вообще метро было переполнено. Все охеревают, если так можно сказать. Потому что вроде бы карантин, куда они все несутся. В общем, да, вот так. Но у нас в городе, знаете, как-то ответственно к этому подходят. Потому что вот мне главное, знаете, как к прогулке. Вот именно, что вот, когда выхожу из дома и быстренько-быстренько добежать до полей, где я хожу. Ну, потому что именно там, вот на одной улице, где людей много, раньше было, сейчас мало. И поэтому дистанцию между нами как бы сохраняем. И вот самое главное, что я заметила, это надевать перчатки одноразовые. У нас все поголовно в одноразовых перчатках. Так что вот так вот. Пишите в комментариях, как у вас проходят дела. Если у вас, может быть, и знакомых, то тут, знаете, я читаю комментарии, что, типа, нет никакого вируса, это политическая игра. Охеренная такая политическая игра, от которой страдает такое количество народу. Вы знаете, если это политическая игра, то они охеренно заигрались в нее. Я не думаю, что это политическая игра. Это не первый вирус в нашем мире. На нашем мире раньше была и чума, и чего только не было. И гриб какой-то испанский в 1920 году, по-моему. Все переживали, и это переживем. Иначе никак, нужно верить только в лучшее. Вот. Так что все будет зашивись. Встретимся с вами завтра. Всего самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok